МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мира, добра. Ну, я уже в Ханты-Мансийске. Вчера прибыл сюда. Сейчас устроился в гостинице. Потому что так не удалось мне найти место для ночлега. Единственный вариант оставался только в гостинице. Ну, а сегодня я решил пройтись с экскурсией по городу Ханты-Мансийскому. Ох, я в лугах, ой, травы, кое-замират. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замерзл уже, как сусок. Поэтому буду я двигаться сейчас в сторону гостиницы. Ну, сколько успел посмотреть, сколько посмотрел, куда же длинися. Там чуть позже, вечером, ну, определюсь дальше. Вот так холодно у нас. Сейчас путь Андрея лежит на север, в сторону Мурманска. Мы застали его в пути. Андрей на пару дней остановился в городе Красно-Туринске и с удовольствием вышел с нами на связь. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, скажите, пожалуйста, на вашей личной странице мы нашли информацию, что в прошлом вы офицер, учитель. Что должно было вообще произойти, чтобы поменять, можно сказать, такой оседлый, сидячий образ жизни и отправиться в путешествие? Ну, это, я путешествовал в 16 лет. Потому что, когда уволился с армии, я хотел сразу уйти. Но не пускала семья, дом, что-то. Ну, а тут решился, что все-таки надо идти, тем более я ничего не держал. Я разведенный, сын у меня уже большой. И, ну, в принципе, можно было идти. А тут я тут. Очень плохо, к сожалению, слышно было. Андрей, расскажите вообще про свой маршрут. Откуда началось путешествие? Где уже побывали? Что вас впечатляет? Что, быть может, шокирует? Как вам наша Югра? И почему именно такой маршрут вообще? Ну, во-первых, этот маршрут я разработал, чтобы максимально можно было бы охватить Россию. Я начал путь с города Жуковского, дошел до Анапы, Ставрополь, Дагестан, и далее вдоль южной границы, до Владивостока. Сейчас иду по северной стороне России. То есть южную я уже прошел. Но меня, конечно, все время поражает это гостеприимство людей. Ну, нету обозленности у людей. И у всех нормальные отношения. По крайней мере, к... Андрей, для чего вообще... Андрей, как слушаете нас? Прием, прием. Коробочка один. Слушайте нас. Для чего вообще решились на это путешествие? Просто полюбоваться красотами нашей страны? Или цель была какая-то другая? Ну, основная и главная цель моего путешествия это изучение истории населенных пунктов. То есть деревень, сел, поселков, городов. То есть это самая основная цель моя. Андрей, скажите... Это я все записываю. В конце путешествия есть книга. Отлично. Скажите, пожалуйста, а где останавливаетесь? В гостиницах или, может быть, знакомые, какие-то постоялые дворы или как придется? Люди помогают? Постоянно пора. Где-то в гостиницах, где-то у друзей, где-то подписчики приглашают себе сами. В результатах. Ну, ведь вы самыми разными условиями не расталкиваетесь, да? И с ночлегом, и с пропитанием, и прочее. Ну, сложно вообще? Или удовольствие больше все-таки? Ну, понравился материал. Да нет, оно не так и сложно, потому что я могу в любой момент поставить палатку, и мне нормально было. Поэтому сложности я в этом не знаю. Андрей, ну а чем вообще питаетесь? Ведь есть места, в которых вы останавливаетесь, где нет поблизости супермаркетов, каких-то магазинов. Что вообще в этой ситуации делаете? У меня с собой есть трехдневный запас. Так. А случалось так, что он заканчивался? Что? Случалось так, что он заканчивался? Да, случалось. Но это, в принципе, было недолго. Андрей, скажите, ну вот вы всегда передвигаетесь с рюкзаком. Основной набор для выживания, что у вас находится в рюкзаке, и что, наверное, должно быть при себе у каждого туриста? И сколько весит ваш рюкзак? Ну, первый и второй рюкзак, которые у меня были, они весили практически от 36 килограмм. Сейчас он у меня намного меньше, и он весит 20 примерно килограмм. То есть опытом у меня набралось, что я лишнее поуберу. А самое основное набор, конечно, спальный мешок, палатка, коврик, газовая плитка, небольшой набор продуктов, там буквально на 2-3 дня, только чайник. Ну и лишние вещи. Мы две, и все, что у меня есть с тобой. Ну, сколько килограммов-то в итоге в ваш рюкзак? Ну, получается, от 25 до 3 до 25 килограмм. Серьезная физкультура. Андрей, мы желаем вам легкого пути и невероятно удобной обуви. Скажите, пожалуйста, куда вы идете дальше? Какой дальше пункт назначения? Сейчас следующий будет сироп, а потом я поверну на Хачканар, Горнозаводск, Саликас, Сыртеквар и Архангельск, а потом Мурманский. Андрей, большое спасибо вам за беседу. Ярких вам впечатлений, увлекательных маршрутов. Спасибо.